Я странник-путешественник, но я не только путешествую по физическому миру, но я часто путешествую по тонкому миру, бываю в других галактиках, в другой системе. Я занимаюсь экологией еще и планеты нашей. И поэтому я решил, и после первого урока, когда провели мы с Тарасовым, я начал уже отображать эти миры, отображать, как их много. Но я говорил, что не обязательно выписывать очень тонко каждую веточку, каждый листик. Главное, что в картине должна быть сосредоточена энергия, энергетика, которую человек принес и хочет поделиться с другими людьми. Вот и я начал работать. Я был в других мирах и пришел и спрашиваю. Я не могу отразить мир, в котором я был. И для того, чтобы его отразить, я пришел к Дмитрию, к Галине и попросил. Я говорю, вот мне надо, как это все сделать. И поэтому сегодня я пришел на занятия. И в процессе этих занятий я получаю знания, как отражать другие миры. Вот все очень просто, да. Какую пользу людям, да? Наше общество, в котором мы живем, посмотрите, глянитесь вокруг, что творится с обществом, и особенно с подрастающим поколением. Человек начинает небрежно, начинает разрушать окружающий мир. Вы гляните в окошко вот сейчас даже, что там творится. Там пластик, там бутылки, там разрыта земля, там все помойка, там испоганено. И поэтому именно обучение в этой школе, в школе Тарасов, прививает человека, как я сказал, он совершенствует свой внутренний мир. А красота внутреннего мира формирует и внешний мир. И внешний мир отношения к окружающему миру, к земле. Посмотрите, если человек, у него очень плохой внутренний мир, он уродлив бывает. Там человек, в творчестве человек совершенствует свой внутренний мир, душу и отношение к окружающему миру. Он ценит эту красоту, и самое важное, то, что мы имеем. Окружающий мир природы. Божественный мир, дом, в котором мы живем, и который называется планета Земля. Спасибо. Спасибо.